Всем привет! Сейчас Таня возьмет телефон, чтобы представить меня. Меня зовут Иван. Ваня у нас, кстати, один из организаторов, поэтому можно ему еще сказать спасибо. Да, всем спасибо, очень классные вы все, что пришли. Третье выступление у нас будет у Вани, Иван Щербаков, он является CEO Crypto Robotics, член Евроазийского совета по малому и среднему бизнесу в области блокчейна. Да, спасибо. Вот так все серьезно. Тема, которая будет у нас заявлена, это как стабильно зарабатывать на трейдинге и как создавать своих торговых роботов для автоматизации стратегий. Да, всем привет. Я чуть-чуть еще про себя добавлю, что я на рынке довольно давно, уже лет 7, и прям глубоко практиковал инвестиции, обучал инвесторов. Вот такие живые группы собирал. Три дня обучения с утра до вечера, как формировать портфель, как отбирать активы. Это был еще далекий 15-й год, когда там эфир стоил 60 центов, я его купил. И там первая группа у меня покупала эфир по одному доллару, по полтора доллара. То есть это просто у меня до сих пор это близкие друзья, мы с ними все общаемся, имеют тысячи эфиров на своем счету. И где-то в 15-м году я еще один бизнес стартовал, про это Таня не сказала. Это криптообменники, у нас сеть криптообменников, у нас офисы, мы работаем и на Бали, мы работаем в Турции, в Дубае, в Украине, в России. Это счетные машинки, живые офисы, курьерская служба, безопасность. Это хороший способ переставить деньги из одной стороны в другую. У меня там партнер, кстати, сидит, у него там футболка, я знаю, где купить биткоин, это он. И в связи с этим у меня тысячи контактов по всему миру из этой сферы и в принципе где-то какие-то инсайды ко мне попадают. Поэтому я постараюсь оставить время на вопросы побольше, а по своей презентации пробегусь кратко. Она называется «Технология автоматизированного трейдинга». И есть такой хайп на рынке, я не понимаю почему, по роботам. То есть почему-то все думают, что роботы – это какая-то волшебная таблетка, которая принесет бабло. У меня даже, по-моему, тема называлась в закрепе в Telegram-чате, как стабильно зарабатывать на роботах. Ответ – никак, на них нельзя стабильно зарабатывать. Во-первых, крипто – это очень высокорисковый рынок, трейдинг – это еще более рисковая ситуация. То есть криптотрейдинг – это очень большой риск. А роботы – это, по сути, автоматизированная стратегия. То есть, наверное, представляете, что у каждого трейдера есть какая-то стратегия определенная, ее можно запрограммировать просто в код, чтобы трейдер мог спокойно спать, а его запрограммированная стратегия без него зарабатывала ему деньги. И я сегодня прям по верхам пробегусь. Если кому-то прям конкретно надо будет по этим роботам поговорить для себя или кто-то компанию свою хочет создать, мы этих роботов умеем внедрять в компании как white label, я могу про это рассказать. Но давайте выделим несколько типов роботов по автоматизации. То есть самые первые роботы, которые на крипте я увидел – это десктоп-версия. То есть просто кто-то создавал программу, продавал ее, вы скачивали ее себе на Windows или на Mac и пользовались как, получается, он однопоточный. То есть вы не можете на нескольких компьютерах ее запускать одновременно. А современный мир, 21 век – это автоматизированные многопользовательские роботы в облаке. То есть это тысячи, десятки тысяч роботов работают в облаке. Кто-то может сетевые компании продвигал, тут есть DaVinci-компании, есть… Боже мой, не помню их название. В общем, они все используют таких многопоточных, многопользовательских. И часто ко мне обращаются как раз люди, которые видели сотни процентов, тысячи процентов доходов на этих роботах. Но в основном вся хитрость – это в статистике, в отображении. То есть есть вот такая стратегия – Мартингейл. Слышал кто-то про такую стратегию Мартингейл вообще? Есть, да, пару человек. Но она пришла из мира казино, из азартных игр. То есть, образно говоря, у вас есть там баланс 100 долларов, вы 5 долларов поставили на красное, и у вас выпало черное. Вы следующим шагом ставите 10 долларов опять на красное. У вас опять выпало черное. Вы следующим шагом ставите 20 долларов на красное, и пока вы не выиграете. И вот они, как правило, показывают какую-то хорошую доходность, потому что статистика берется только там закрытых сделок. И, образно говоря, вы по этой стратегии стабильно будете зарабатывать, пока вам один раз крупное не повезет, и вы подряд там 9 или 20 или 30 раз не проиграете, смотря какой вы шаг выбрали. И вот если вы проиграете, если такой выпадет, то у вас, по сути, от депозита останется процентов 5, 10 или 15. И вот те компании, про которые я там говорил до этого, ну и многие вообще используют именно эту стратегию. В марте 2020 года, когда пандемию объявили, все эти компании, рынок пошел вниз, и все эти компании хлопнули. То есть депозиты у людей сгорели прям до нельзя, осталось 5, 10, 15 процентов. Десятки тысяч пользователей у них были, это сетевые компании крупные в России открытые. И вот у них роботы как раз на Мартингейле давали людям стабильно 20-30 процентов в месяц, люди зарабатывали, от жадности вкладывали еще больше туда денег, и в марте 2020 года случилось вот такое событие X. И такие события бывают там раз в год, раз в два года. То есть стабильности вот в этой истории нет и быть не может, если только это не группа каких-то разработчиков, которые постоянно обслуживают эту стратегию. То есть постоянно рынок меняется, робот начинает допускать какие-то ошибки уже в новых реалиях, и разработчики, которые это видят, если быстро они там корректируют, то эта стратегия может жить дальше. Ну и вот я тут выбрал, вообще на самом деле стратегий очень много, но я просто решил разобрать две. Есть еще с фиксированным риск-менеджментом. То есть роботы, которые дают сигналы на вход и на выход, но когда они дают сигналы на вход, он ставит не только сигналы на выход, но и стоп-лосс, то есть он ограничивает ваши возможные риски. А, и вот еще очень важный момент. Вдруг вы все-таки захотите после моей презентации взять какого-то робота у кого-то. Есть три типа подписок. Это навсегда, это ежемесячная подписка и профит-шеринг. Вот навсегда не покупайте, потому что там мотивации у людей, у разработчиков нет его. Обслуживать подписка ежемесячная – это вариант. То есть просто если вы каждый месяц зарабатывали и потом перестали зарабатывать, вы подписку не продлеваете, то есть мотивация у этих ребят обслуживать стратегию перегретую даже есть. И профит-шеринг – это вообще самая идеальная история. Это когда вы вообще не тратите никаких денег, а просто процент делитесь с разработчиком, процент от своей прибыли, процент от success fee. В 2017 году я основал компанию Crypto Robotics. Это получается такой торговый терминал, который работает с централизованными площадками. Вот Илья рассказывал про децентрализованные, а у меня в терминале 15 централизованных площадок. То есть это все Binance, Poloniex, Kraken, Huobi – все такие топовые. И там вы можете торговать как руками, так и с помощью роботов. И мы вообще сейчас выглядим даже как маркетплейс. То есть если вы разработчик роботов, вы можете к нам обратиться, и мы вашего робота будем продавать у себя на платформе. У нас сейчас около 30 тысяч пользователей, и к нам ежедневно поступают одна-две заявки от каких-то разработчиков, которые хотят, чтобы его робот появился у нас. И вот я могу по своему опыту сказать, что это вроде бы разработчики, ну это не рядовые пользователи какие-то там углубленные, и из сотни мы выбираем одного-двух максимум. Потому что на дистанции роботы показывают себя не очень хорошо. Когда мы просим показать статистику за год, за два, к сожалению, нам показывают за последние два месяца, три месяца, и на дистанции не могут показать хорошую статистику. Но один из ста бывает. У нас в сервисе отображена статистика роботов, то есть можно посмотреть, сколько у него убыточных сделок, сколько у него профитных сделок, открыть всю историю статистики. И самое главное, что у нас еще есть риск-менеджмент. То есть вы можете выставить вручную максимальную просадку. То есть поставите 5%, что вы ниже не готовы терпеть просадку. И как только ваш баланс на 5% упадет, робот выйдет из всех сделок и остановит свою работу. То есть вот так вот можно оградиться от лишних убытков. Вот еще про один сервис хотел рассказать. Он очень популярный на крипторынке. Я думаю, что как минимум 20% из вас ими пользовались и пользуются сейчас этот трейдинг по сигналам. То есть есть Telegram-чаты, где какие-то трейдеры за подписки за 50$ в месяц, за 100$ в месяц или за 10$ в месяц дают сигналы. То есть они просто в Telegram пишут точку входа, несколько целей на выход и стоп-лосс какой. И вы это все в Telegram у себя в живом режиме видите. Там на байке едете, остановились, вручную все переписали на биржу и запустили этот ордер. И мы это увидели, что такой хайп на эти продукты есть. Мы автоматизировали этот сервис. То есть мы сделали таким образом, что вам приходит уведомление от трейдера, что он дал сигнал. Вы заходите, проваливаетесь во внутрь этого уведомления и сразу видите график этой монеты. И видите вот цели на выход, которые трейдер показал. Можете просто мышкой щелкнуть любую из них. Или вот здесь в окошке щелкнуть мышкой любую из них. Можете что-то корректировать, можете ничего не корректировать. Можете на графике все перекинуть стоп-лосс или тейк-профит. И вам надо только написать сумму, сколько вы денег в этот сигнал хотите занести. То есть такой полуавтоматизированный сервис трейдинга по сигналам, который тоже у нас там стоит 10, 15, 20 долларов. Ну такие же цены, как в этих Telegram чатах. Только более автоматизированная история, более удобная. И самое что главное, вы видите статистику. То есть когда вы в этот Telegram канал заходите к трейдеру, там несколько лет работы его, вы не знаете сколько процентов от этих ордеров у него было успешно. Он в Telegram может почистить все, отредактировать. У нас эта история имеется полная открытая статистика. Сколько трейдер совершил ошибок, сколько целей достигли первой цели, сколько процентов целей достигли второй, третий, четвертый. То есть это все довольно открыто. У нас есть трейдеры, которые с 2018 года с нами, там года три. И опять же, каждую неделю по одной-две заявки приходят. Если вы таковыми являетесь, тоже обратитесь ко мне, потому что мы, в принципе, смотрим статистику за последний год и берем на тест на месяц этого трейдера. Если реальные результаты хорошие, мы пробуем, берем себе. Ну и еще освещаем у себя в соцсетях, если трейдер действительно хороший. И вот на базе этого продукта мы сделали автоследование. То есть для тех, кто не хочет вручную ничего перебивать, просто вы выставляете баланс, который вы доверяете этому трейдеру, например, 1000 долларов, выставляете один лот, то есть, например, 200 долларов, сколько в одну сделку заходить. Трейдер дает пять сигналов, вы в каждый сигнал по 200 долларов заходите, но вы при этом можете спать и заниматься своими делами. Это происходит на полном пассиве. Причем, я, наверное, это не сказал вначале, это все происходит на вашей бирже. Вы никому деньги не переводите, это все через API-ключи. То есть максимально безопасно, деньги всегда в вашей доступности находятся, никому их переводить не надо. И история с копитрейдингом. Есть такие продукты на классических рынках, там, E-Tora, где вы просто пам-счета такие стандартные, где вы просто повторяете сделки успешного трейдера. Мы это тоже реализовали, то есть просто, ну, у нас там около 15 сейчас каналов, 15 разных трейдеров дают такой сервис. То есть вы просто подключаете биржу, добавляете ключ, все, даже настраивать ничего не надо. Это единственное, что на этой бирже не надо больше никаких сделок совершать вами. То есть это полностью копирование аккаунта того трейдера, за которым вы зацепились. То есть работает как и на фьючах, так и на споте. Ну и есть, кто руками торгует, есть вообще крипто трейдеры здесь. Так, Риналя вижу, есть раз, два, три, четыре, пять человек. Ну и, наверное, для вас, для удобства ручного трейдинга мы реализовали несколько моментов. Во-первых, у нас есть функция перехода продажи в один клик. То есть вы можете все сразу монеты продать в USDT или все монеты продать в биток. То есть, несмотря на то, что сегодня там сотни централизованных бирж, ни одна биржа это не реализовала. Кроме Binance они реализовали продать все монеты в BNB, в свой токен, им нужна ликвидная своего токена. То есть, чтобы вам, например, выйти в биток, вам вначале надо нажать на кнопку выйти в BNB, потом с BNB уже выйти в биток. Это немножко неудобно. У нас вы можете сразу все монетки в один клик продать в биток, либо в USDT. Также у нас есть смарт-ордера. Это вы одновременно Stop Loss Take Profit можете поставить. Трейлинги можете поставить. Тоже централизованные биржи до сих пор это не реализовали. Не знаю почему. И еще есть управление ордерами на графике. Вот так вот выглядит смарт-ордер. Я уже вам показывал, что вы можете прямо на графике. И куда цена быстрее двинется, если она сюда подойдет, то у вас Take Profit закроется, если сюда закроет, то Stop Loss. То есть, это такой OCO еще называется One Cancel Order. Типа один отменяет другой ордер. Распродажу в один клик, я вам сказал, она выглядит примерно так. И еще мы реализовали вот такую панель аналитики, которая показывает удельный вес вашего портфеля, который показывает график доходности, как у вас меняется. Такой аналог блокфолио. В общем, если вы централизованными биржами еще пользуетесь, такие есть, то рекомендую попробовать. Потому что после того, как вы попользовались терминалом, просто на бирже вы торговать не сможете. То есть, это такой уровень комфорта и потенциал возможности гораздо больше. То есть, мы просто такую надтройку даем над биржей. Мы идем еще в сторону DEX, потому что сегодня миллионы людей этим занимаются. Мы это прекрасно видим. И мы модули для DEX сделаем уже в этом году первые. И, наверное, отвечу вам на какие-то вопросы. Можно даже не по роботам, потому что я, в принципе, немножко из другой сферы тоже чуть-чуть могу. Вань, у тебя есть такая возможность, довольно-таки широкая география, знакомств. И ты знаешь примерные прогнозы на рынке, какие происходят. Вот что можешь сказать на сегодняшний день? Bull run, либо down. Какие сроки, примерно, под своим ощущением? Ну, прогнозы делаю неблагодарные, во-первых, сразу скажу. Во-вторых, ну, на самом деле, да, я буквально за последнюю неделю где-то там с десятком разных трейдеров сильных, у кого большие сообщества пообщался с фундаментальщиками, процентов 80 из них думают, что текущий рост до конца декабря. То есть, что перед Рождеством люди начнут фиксироваться. Кто-то ждет какого-то события X, там, например, какая-то централизованная площадка уйдет на дно, либо там фотографии TZ за решеткой появятся. В общем, какое-то событие X, которое никто не ждет. Такой черный лебедь, который уронит рынок во много раз. То есть, ну, это... Кто-то думает, что это будет слишком глубокая просадка, там, на 6 месяцев, на 7 месяцев. Кто-то даже думает, что на год. Лично я думаю, что если такая просадка и случится, вероятность такая есть, что это будет короткая просадка, что все равно мы идем к совершенно другим цифрам. То есть, если рассматривать про сегодняшнее инвестирование, например, вы новичок и решили только-только купить крипту, если у вас цели там на 2, на 3, на 4 года вперед, можно покупать прямо сейчас, не ждать никаких просадок. Потому что, как практика показывает, если инвестор купил биток или там какие-то другие альты нормальные, фундаментальные и 4 года их не трогал, он всегда в плюсе. Причем, там, это сотни тысячи процентов. То есть, ну, наверное, знаете, там, опыт 2017 года, в марте 2017 году биток стоил 1000 долларов, в декабре он стоил 20 тысяч долларов, многие купили там по 17, по 16, по 18. И те, кто до сегодняшнего дня додержали, там, 4 года прошло, на самом пике хотя тогда купили. Это X3, там, X4. А те, кто не додержали, те, у кого слабые руки, там, по 11, по 12, по 13 тысяч продали, или по 5, или по 6, то, увы, они в минусы и сегодня кусают локти. Отвечаю на твой вопрос еще раз, что большинство видит, что в конце декабря нас ждет хорошая просадка, знатная такая. У кого еще есть вопросы? Еще раз привет, это я. Привет, привет, вижу. Насчет того робота, вопросик, который процент берет за сделки уже положительные. Есть какой-то порог входа минимальный? Порог входа ограничен только минимальностью лота на бирже. То есть, если мы торгуем битку, к эфиру, лот где-то 50-70 долларов минимальный, 20 долларов. Смотря от биржи зависит, от лотности именно. То есть, если у тебя, например, всего 100 долларов на бирже, то ты можешь только в одну сделку роботом зайти. Это довольно неудобно и по риск-менеджменту неправильно. То есть, лучше бы все равно… То есть, там тысяча, две тысячи? Ну, лучше от тысячи, от двух тысяч долларов. Да, все-все. Это нормальная история. Я понял, да. И еще второй вопрос. Я прошу прощения. Насчет вот то, что предыдущий был вопрос. Какую ты видишь приблизительно, вот, например, хай по битку? Потому что я много где слышу, что это почему-то 74 тысячи, а после этого будет обвал. Есть какая-то цифра? Это как пальцем в небо пытаться попасть. Есть какая-то цифра, которая первая приходит на ум. Все, спасибо. Ну, вообще, чтобы пальцем у виска не крутили, я всегда говорю, что биток 200-300 тысяч, по моему ощущению, через пару лет. Но это чтобы пальцем у виска не крутили. На самом деле, я верю в цифры гораздо больше. Я вообще верю в биток, в эфир очень сильно. Ну, еще десяток альтов стоит, наверное, подкупить, если мы долгосрочный инвестор и метим именно в такой долгосрок. Так, ребята, у кого еще вопросы? Вот я смотрела сзади. Я оставил для вопросов много времени, поэтому мы успеем все, надеюсь. Вань, скажи, пожалуйста, как подключиться к вашему терминалу через API? Можно ли это сделать и, соответственно, какие риски? То есть кражи информации или там каких-то моментов? Риски такие же, как на криптобирже. То есть если ты просто не умело торгуешь, то ты можешь слить депозит. То есть это вот риски такие. Нет, через API можно подключиться? Через API можно подключиться. Ты просто берешь API на торговлю без возможности ввода-вывода. Подключаешь в наш терминал. Там ключ шифруется максимально. То есть его нигде не видно ни на фронте, нигде. То есть там у нас аудиты безопасности проведены крупными компаниями. Все, спасибо. Угу. Не я, это вон туда, блондинка. Привет. Вопрос про криптоботов. Я давно в теме копитрейдинга пробовал, как бы, да. Там памп-счета различные, начиная с площадок типа Zulu Trade, eToro, Alpari, может кто знает. Знаем, знаем, старенький. Я занимался анализом трейдинга там на долгосрок. То есть там, как правило, торговали на Форексе. И в какой-то момент я обнаружил, да, что если взять горизонт два-три года, то не было ни одного трейдера, который на горизонте там три года оставался в плюсе. И это на таком рынке, который не такой волатильный, как крипта. То есть там ребята без таких плечей торговали. То есть понятно, там Мартингейл, все такое. При этом там были коэффициенты, все шарпа, там просадки текущие. Все остальное написано. И вот у меня вопрос относительно крипты. Ты, имея такую площадку, как у тебя сейчас, есть какая-то у тебя статистика, допустим, в ретроспективе и на будущее? Вот сколько у тебя уже было роботов на площадке, да? Сколько из них слились в ноль, даже если не брать вот там Черный Лебедь, да, там март двадцатого года, да? Но там за текущий год вообще какой процент успешных? То есть чтобы понимать вообще с примерную статистику. Потому что в моем понимании, да, ну извини, долгий вопрос. Просто я еще занимался анализом фьючерсной торговли как бы, ну на таком уровне, не на очень высоком техническом. И я понял, что те ребята, которые торгуют там с плечами от пятидесяти, они живут примерно неделю. То есть любой депозит, у меня там есть примеры, кейсы, чуваки там по столько долларов заливали, и буквально три дня, и пуф, их нету просто. И сейчас есть площадки такие, как там BitGet, Bingbon, это просто ну как бы криптобиржи, да, там топовые по деривативам торговли. И у них там практически, ну представлено около двухста трейдеров, и практически все они сейчас висят в минусах. То есть у них просто незакрытые мартингейл там сделки, у них там просадка 95 процентов депозита уже. Вот. Вопрос, соответственно, к тебе, какой процент вообще успешных, и то есть с каким портфелем имело бы смысл там распределять, ну типа там на 30 человек, и один этот человек там окупит все остальное, или как вообще, ну статистика какая? Давай хороший вопрос. Очень тяжело ответить за 2-3 минутки, но я постараюсь. Во-первых, есть правило 90-90-90. То есть 90 процентов трейдеров сливают 90 процентов депозитов в первые 90 дней. Трейдинг – это очень рисковая история, и туда лезть вообще без специальной подготовки не надо. Если вы хотите туда идти, то вам надо вначале обучиться, потратить денег на свое обучение, и будьте готовы к тому, что первый депозит вы сольете, второй скорее всего тоже, и вот на третьем депозите уже начнете где-то там примерно в ноль торговать, и вот через год вы уже сможете стабильно зарабатывать там где-то процентов 5, и то относительно стабильно. Теперь продолжаю отвечать на вопрос. По поводу роботов. У нас их десяток на платформе, и 12 месяцев в году всего, и 3-4 месяца они минусуют. Остальные месяцы они плюсуют. И получается годовая статистика у них примерно там от 60 до 70 процентов годовых в долларах. То есть потому что они постоянно обслуживаются. То есть они стратегии, которые три года назад создали и бросили, они там немножко обновляются, какие-то стратегии перегреваются, каких-то мы убираем, которые там показывают не очень стабильный результат, который нас не устраивает, какие-то добавляем. У нас партнерские роботы хорошие, вот от немцев недавно пришли. Называется Birish Power у нас в терминале. То есть мы постоянно это делаем. По поводу еще, в начало вопроса вернусь. По поводу трейдеров, которые на дистанции 2-3 года. Я знаю таких трейдеров, которые на дистанции 5 лет показывают довольно стабильный результат. Один из них, кстати, здесь есть Георгий Вербицкий. При том, что бывают какие-то месяцы, факапы у всех трейдеров, этот человек, и такое бывает. Но если смотреть на дистанцию, то он депозит развивает вверх. И в завершение еще скажу про Уоррена Баффета. Он когда-то поспорил там с… Ну, публичный спор у него был, что он просто купит S&P 500 на 10 лет с копейками и поспорит с пятью самыми крупными фондами, которые не обгонят его. И они не обогнали его. То есть инвестирование, как правило, это более легкая история и более прибыльная история. Потому что трейдинг – это и нервы, это и время. И на дистанции, скорее всего, вы не попадете в того трейдера, который вам увеличит депозит. Кстати, у нас есть еще тут Риналь. Он тоже торгует довольно успешно. Там где-то 60 годовых, по-моему, у него получалось результаты. Но он больше на фондовом рынке. Вообще трейдинг – это нормальная история. Просто ищите трейдера с многолетним опытом и по финансовой безопасности нормально. Можете раскидать на пять трейдеров, диверсифицировать. Можете использовать какие-то площадки профессиональные. То есть в любом случае крипта – это очень большие риски. А криптотрейдинг – это риски еще мультиплицированные. Потому что трейдинг – риск, крипториск, риск на риск равно мультипликация риска. Риск умножен на риск. Понял. Спасибо. Да не за что. У кого там еще? У вас, да? Иван, более такой простой вопрос. По именно вот этому сервису вашему, криптороботикс, да? Криптороботикс. Да, криптороботикс. Криптороботикс по-русски. Вот именно где хранится вся ликвидность? То есть по сути это как бы сторонний сервис, да? Где выставляются все… Ликвидность хранится на бирже. У нас нет возможности ввода-вывода средств. У нас просто торгуется тот баланс, который у тебя на бирже. Просто это надстройка над биржей. Дополнительная ценность к бирже. Ну то есть сигнал переходит ваш на сервис, обрабатывается, потом возвращается на биржу и там происходит уже сделка, да? Да, да, да. А с точки зрения именно как бы как это все быстро происходит? То есть это моментально? Это доли секунды. Доли секунды, да. Хорошо, спасибо за такой вопрос. Да не за что. Так, ребят, есть еще вопросы к Ване? Да, вот тут на первом ряду… Есть. Еще? Сейчас микрофончик дам. Давайте это крайний вопрос, потому что я уже в Диме на время забежал. Да, у меня вопрос, наверное, скорее вот к вам был, но сказали, что видение тоже расскажете. Вот ICO, да, вот эти семнадцатые годы и так далее, там 99 было скам. То есть и до нуля практически, наверное, 99 до сих пор там в районе нуля. Вот сейчас на хайпе там что-то они там немножко поднялись. А IDO это тоже 99 процентов скам? Это 98 процентов скама. И рынок чуть-чуть поумнел. Рынок чуть-чуть поумнел. Заходим. Потому что вот когда были ICO, это просто делали лендинг, там кидали адрес контракта, туда отправляли эфиры люди. Паутинку, да. И, образно говоря, не было никакого фильтра. А сейчас просто вот, например, Татьяна использует фильтры. Во-первых, это launchpad площадка, то есть она абы кого, она за свою репутацию очень сильно переживает. Она абы кого не пустит, это большой андеррайтинг проведен. Следующая история, она заходит на сайт проекта и видит, что там есть биржи. Ой, не биржи, а фонды. Фонды, каждый фонд проверяет. Они делают там вообще просто обалдеть сколько анализов. Я сам с фондами общался, там даже слова тяжело выговорить. Там конградентные анализы, там короче очень тяжело. Но все равно 98, то есть это не шутка. Это не шутка, это 98. Но просто мы видим на площадках и слышим про 2 процента, ну про 10 процентов. Хорошо, и последний короткий вопрос, то есть 3 альткоина, которые посоветуешь на 5-7 лет сейчас взять? В первую очередь эфир, его прям в несколько раз больше, чем другие. БТЦ это не альткоин, но я бы его тоже взял. Ну давайте, скорее всего, чуть побольше рисков, чем эфир, но это Solana и Polkadot. Вот два еще токена. Несмотря на то, что они на хаях, да. Я считаю, что мы еще увидим там за ближайшие 5-7 лет десяток иксов даже больше.